Балалайка А потом сидят рядом профессора, домристы и балалайшники. Они проверяют удобство, проверяют каждый диапазон инструмента, тембр, звон, насколько чистый звук, трещит, не трещит, строй его. Изготавливать балалайки Саша начал пять лет назад вместе с отцом и старшим братом. Как говорят Федоровы, жизнь заставила. Играть талантливым музыкантам хотелось на хороших инструментах, а такие были на вес золотом. Вот и решили бороднинские балалайшники, что пора им самим засучить рукава и взяться за дело. Так обычный гараж превратился в музыкальную мастерскую. Вот так начинается черновая работа заготовки. Клен, красное и черное дерево, палисандр, орех, ель. Для своих балалайок Федоровы используют только самые ценные породы. Дерево должно быть высшего качества и определенной влажности. Плюс точные расчеты и умелые руки мастеров. Тут, по-моему, он здесь должен быть. Поэтому очень трудно сказать, я даже не знаю. Это не понять. Потому что вроде бы одни и те же дощечки, одни и те же размеры, одни и те же пружинки. А один лучше, другой хуже. А чего не объяснить. Каждый свой инструмент Федоровы узнают не только по звучанию и дизайну. У мастеров есть и фамильный секрет. Я издалека увижу и скажу, что это наши балалайки. Когда балалайка собирается, у него создается вот такая пятка. Ну это на домре так же. И вот. На наших же балалайках, вот если она есть, вот этого нет вообще, она сразу сливается. Для чего? Это чисто от практики. Мы пришли к этому. Для удобства игры на инструменте. И музыкантам это нравится, это удобно. Эксклюзивные, стандартные, концертные, детские, взрослые. Сегодня на счету Бородинских страдивари около 60 инструментов, на которых играют музыканты по всей России.